В прямом эфире новости на своем. Меня зовут Александра Слободская. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. 10 тысяч в помощь, на что пенсионеры потратят государственные выплаты. Мы спросили. Клумба езде не помеха, что грозит автохаму за свою выходку. И чтение нового формата, где в Ставрополе создают модельную библиотеку. Начнем с актуальной информации по коронавирусу. Еще 257 ставропольцев выздоровели. Всего с болезнью справились 62 293 человека. Такие данные опубликовал губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграме. Продолжается тестирование. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 358 жителей края. 21 пациент скончался. В регионе приняли дополнительные профилактические меры. Отменены крупные мероприятия. День знаний проходит в усеченном формате. Победить пандемию поможет только вакцинация. На днях стало известно, что пенсионеры получат президентскую выплату в 10 тысяч рублей. И хоть помощь придет в сентябре, многие пожилые люди уже решили, что станет основной статьей расходов. Джамиля Ибрагимова поставила свой эксперимент. Итак, условия задачи такие. Дано 10 тысяч рублей. Кому? Пенсионерам. От кого? От государства. Понятно, что многие потратят эти деньги на одежду, на потребительские нужды. Но самое главное, это, конечно же, на еду. Вот и мы решили узнать, какие цены в магазинах на продукты сейчас. И вообще, надолго ли хватит этих средств. Для этого отправимся в супермаркет. Задача сегодня собрать базовый набор продуктов и понять, сколько раз, имея 10 тысяч, пожилой человек сможет купить таких съедобных комплектов. Лично мне это интересно не только как журналисту, но и как дочери. Потому что пособие получит и ближайший мне знакомый пенсионер, моя мама. Итак, начинаем покупки с овощного отдела. Здесь берем составные для супа. Лук, морковь, картошку. И если уж речь идет о супе, то обязательно заглядываем в отдел по соседству. Мясной. Ну, мы посмотрим что-нибудь из курицы. Смотрю, есть филе, голень, крыло. Ну, остановимся, пожалуй, на голень. Можете, пожалуйста, нам штучек шесть взвесить? Да, конечно, пожалуйста. Ага, отлично. Ну, думаю, что одному человеку на несколько приемов пищи должно хватить. Какой же базовый продуктовый набор без молочки? Отправляем в корзину сыр, немного творога, молоко, сливочное масло. Чего не хватает? Да, пожалуй, в этом списке должны быть хлеб и яйца. Проходя мимо отделов, где пахнет ванилью, вспоминаю, что еще моя мама обязательно бы включила в базовый набор. Уж без чего, без чего, а без сладости к чаю она бы никогда не ушла из магазина. Поэтому, думаю, что печенье обязательно должно отправиться в нашу корзину. Это, пожалуй, и все. Отправляемся на кассу. Понятно, что эту корзину можно было бы разнообразить, закупив бакалею и бытовую химию, много еще чего другого. Но всего этого нет в нашем списке. Напоминаю, что мы собрали базовый набор продуктов, которых должно хватить пенсионеру, чтобы питаться ими как минимум 2-3 дня. Итак, мы закупили продуктов на 1051 рубль. Получается, что пенсионеры, и моя мама в том числе, смогут как минимум раз в 9 сходить в магазин при условии, что больше ни на что президентские выплаты не потратят. Но что же еще составляет солидную статью расходов у пожилых людей? На лекарства, конечно. Пока не знаю. В основном на лекарства. Как видим, лекарства ввенчают список финансовых трат у пенсионеров. В общей сложности, отмечают пожилые люди, в аптеках они оставляют от 1 до 6 тысяч рублей. Так что президентские выплаты помогут им финансово осилить как минимум 2 или 3 похода за лекарствами. В любом случае, какие бы разные покупки пенсионеры не планировали, они едины в одном. Такие пособия очень нужны и всегда кстати. Джамиля Ибрагимова, Олег Байкулов, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Теперь к происшествиям. В селе Елизаветинском Благодарницкого округа мужчина очень своеобразно отомстил своей любимой. Будучи под шафе, он хотел взять машину гражданской жены и уехать. Женщина, само собой, ключи не отдала. Тогда сожитель в отместку облил легковушку бензином и поджег. Теперь пироману грозит до 3,5 лет лишения свободы. А других ЧП в оперативной сводке. Без зазрения совести в Андроповском округе автохам заехал на пешеходную аллею, а потом развернулся на клумбе. Кадры с похождениями довольный собой водитель выложил в Инстаграм, чем и возмутил местных жителей. Неравнодушные селяне направили ролик в полицию. Оказалось, что у 20-летнего парня нет прав, а машину он взял у родственника. Возбуждено сразу несколько административных дел. Нарушителю грозит штраф более 15 тысяч рублей. Находка с последствиями. В Пятигорский отдел полиции обратилась женщина с заявлением о краже смартфона. Гаджет она забыла на лавочке во время прогулки, а когда вернулась, с телефона на месте уже не оказалось. Нового владельца удалось найти благодаря камере наблюдения. На кадрах видно, как смартфон подбирает проходящая мимо женщина. Но находку она решила не вернуть хозяйке, а оставить себе. Теперь ей грозит ответственность по статье кража. Поживился на природе. В Марьяных колодцах Минераловодского округа 46-летнего мужчину поймали с поличным посреди леса. С бензопилой на перевес он успел спилить 8 ясеней, чтобы топить ими баню. Добычу собирался вывезти на грузовике. Но по итогу домой привез уголовное дело. Теперь незаконному лесорубу грозит штраф до 3 миллионов рублей. В селе Преградном Красногвардейского округа отремонтировали два участка дороги. Работы прошли на подъезде к населенному пункту со стороны трассы Батайск-Ставрополь и на улице Красной. Там уложили качественное покрытие, установили знаки и нанесли разметку. Реконструкцию провели благодаря региональной госпрограмме развития транспортной системы. О других новостях края в нашем обзоре. Ставрополин в проспекте Ворошилова создают новую модельную библиотеку. Как рассказали в администрации краевой столицы, сейчас там обустраивает напольное покрытие, меняет водопровод и канализацию. К услугам посетителей в здании будут новейшее компьютерное оборудование, бесплатный Wi-Fi и доступ к фонду электронных ресурсов. Работы проходят в рамках нацпроекта «Культура». Открыть модельную библиотеку планируют в конце ноября. В селе Грушевском Александровского округа капитально ремонтируют амбулаторию. Специалисты привели в порядок кровлю зданий, проложили коммуникации и также установили пластиковые окна и двери. Сейчас ведутся отделочные работы внутренних помещений фасада, сообщили в Управлении по информполитике правительства региона. Реконструкция медучреждения ведется благодаря краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В селе Бурлацком Благодарненского округа приводят в порядок площадь перед домом культуры. Как рассказали в Управлении по информполитике правительства региона, специалисты уложили тротуарную брусчатку, установили скамейки и урны, светильники и декоративные арки. Сейчас приступили к озеленению территории. Площадь благоустроили благодаря губернаторской программе поддержки местных инициатив. Прогноз погоды на четверг. 2 сентября. Итак, в Ставрополе продолжится похолодание, такое умеренное похолодание. Днем небольшой дождь, плюс 19, вечером плюс 14. Продолжаем отдыхать от жары. Изобильный и Новоалександровск. Похожая погода, только чуть-чуть теплее. Плюс 22 днем, небольшой дождь, вечером плюс 15. Минеральные воды. После дождичка в четверг днем там будет плюс 21, вечером плюс 15. В Пятигорске прохладнее. Обещают сильный дождь и всего плюс 20 днем и плюс 14 вечером. В Кисловодске совсем прохладно. Там мало того, что днем плюс 17 и дождь, так еще и вечером плюс 10. Резко похолодает и на востоке края, и патого, и дивное. Небольшой дождь, всего плюс 22 днем, вечером плюс 16. В Арсгире такая же погода, небольшой дождь, плюс 22 днем, вечером плюс 16. В четверг повезет и Нефтекумску с Буденновском. Там будет дождь, плюс 25 днем, плюс 17 вечером. На этом все. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»